но у меня начался новый день новая неделя а значит и новый влог сегодня 6 февраля понедельник и как всегда мое утро пока такое каникулярное начинается с кухни я прихожу на кухню чтобы сделать приготовить себе завтрак варю яйцо с мятку в тостере у меня готовятся тосты и на завтрак сегодня захотелось очень красной рыбки я ее купила давно доставили мне и ну как давно дня два назад наверно 3 со вкус вилла и что-то как-то не доходили руки то ленивые вареники были на завтрак то то опять ленивые вареники в общем ну сегодня я решила что на завтрак у меня будут тосты с красной рыбкой кстати сегодня меня этот гаджет подвел то ли пришло время ему уже надо его менять то ли не знаю что в общем не настолько как мне нужно сварились сварилась яйцо вот но нет я конечно его съела жидковатое было хотя по тумблеру показывала что уже достаточно вот как всегда навожу себе ароматный кофе кофе турецкий мехмета фенди который я заказывала на вал берез да турецкий кофе это турецкий кофе конечно я люблю его больше всего если честно даже больше чем ирландские сливки вот такой вот у меня завтрак тосты сливочное масло достала рыбку семга кофеек и яйцо с мяточку а это я вот показываю игорюшка делал печенье песочное вчера воскресенье просто он делал уже поздно поэтому во вчерашний влог они не вошли очень вкусное печенье одно съешь так съешь что называется самого доброго утра утро понедельника сегодня 6 февраля понедельник ну как вы видели я приготовила себе завтрак вот сижу завтраку у меня сегодня тосты с красной рыбкой патчи я уже сняла вот еще вот остались немножко сейчас надо наложить крем для век вот немножко что-то какая-то я сегодня заспанная но я рано встала я рано встала ну как рано поздно легла и для поздно легла да я рано встала вот время еще нет десяти часов без пятнадцати встала я гораздо раньше вот завтраку и начинаем с вами новый влог вот и в этом влоге мы продолжим с вами облагораживать нашу спальню я сделала на вал берез большой заказ будет снова обзор покупок вот там постельное белье шторы с тюлью по моему вот если подойдут заказала на собственный страх и риск это в спальне вот преддверный коврик там по моему но такая знаете мелочевка тоже есть обязательно сделаю обзор покупок покажу потом если повешу шторы если подойдут как это все выглядит вот ну и продолжая пока сочковать продолжаем сочковать сейчас позавтракаю и у меня есть небольшие дела по дому мелкие мелкие дела по дому и где-то часов в одиннадцать я пойду за компьютер сегодня никуда не пойду часов 11 пойду за компьютер посмотрю что да как посмотрю почту вот если что-то нужно еще отошли девчонкам материал на празднике вот ну и таким образом сложу сегодня свой день горюшка такие вкусные аппетитные печенье приготовил вчера он они лежат песочные прям красота не знаю сегодня понедельник люси сегодня в принципе рабочий день до обеда может быть люси зайдет к девчонкам сегодня не пойду девчонкам пойду завтра потому что у меня завтра в поликлинике врач вот так что зайду на обратном пути все буду завтракать всем кто сейчас завтракать желаю приятного аппетита и еще раз добро пожаловать в новый влог значит помню я вам говорила что я разобрала в косметике вот косметика у меня была здесь первом ящике в комоде но что-то здесь что-то в ванной вот но поскольку здесь еще нет туалетного столика поскольку здесь еще нет туалетного столика и зеркала соответственно крашусь я в гостиной крашусь я в гостиной и по логике вещей крашусь вот она здесь есть зеркало всем привет это я всем привет это я соответственно я косметику значит здесь у нас стоит пылесос вместо комода пока и косметику я перенесла вот в стенку вот значит вот здесь у меня на самом-самом верхнем на самой верхней полке у меня аптечка почему на самой верхней полке но по понятным причинам приходит дарюша и даже если она там на какой-то маленький стульчик станет она все равно не достанет потому что все здесь достаточно хорошо упаковано закрыта вот вот раз аптечка 2 аптечка 3 здесь таблетки я все очень хорошо организовала здесь знаете такие мазилки пластыри марлевые повязки здесь в основном капли крема там какие-то для спины какие-то там еще для чего-то но и верхнюю пожалуй наверное открою это здесь в основном у нас таблетки вот вот так вот я все посмотрела срок годности все как положено здесь таблетки здесь мази капли там феналгоны она ураны энтеросгель в пакетиках а здесь знаете вот такие вот пластыри бинты марлевые повязки здесь бутылочки с хлоргексидином вот мы обрабатывали шов вот здесь сверху вот такой вот открытый вот открытый такой лоточек здесь то что как бы мы используем но часто и чтобы не открывать чтобы не открывать коробки что здесь ну горло там если вдруг заболит там кометон капли в нос если понадобится амипрозол бывает знаете изжога нашатырь гомеовокс если голос пропадет вот тромбас я положила сюда только недавно закончила его пить йод зеленка тот же хлоргексидин вот обрабатываем шов и это все рядышком лежит вот в открытой в открытом лотке так но это салфетки обыкновенные зева бумажные и здесь у меня что здесь полисорп он кстати еще упакованный пантенол это перекись водорода и глюкометр мерить сахар и там за глюкометром по моему сейчас посмотрю сама уже не помню а полисорп в пакетиках вот все полисорп в пакетиках ну вот как-то вот так то есть вся аптечка у меня и витамины которые в принципе я принимаю они на кухне то есть вся аптечка у меня вот здесь на самой верхней полке на самой верхней полке и я знаю что ребенок сюда не доберется достаточно на безопасном расстоянии вот даже этот открытый лоточек контейнер вот так ну и косметика на втором этаже у меня косметика я забрала со шкафа вот эту вот полочку она мне понадобилась здесь больше мне нужно здесь у меня значит лежат кисти которыми я сейчас пользуюсь мои самые самые знаете одной рукой снимание совсем удобно но вот те которыми пользуюсь вот прям вот вот больше всего чаще всего вот в этой вот жестяной коробочки и здесь в корзиночке лежат новые кисти вот какие то я уже пробовала какие то еще нет так далее здесь у меня значит лежат такие сумочки это вот если мы куда-то в гости поехали возьмем возможно там с ночевкой например или еще что то здесь у меня такая вот сетчатая косметичка и там пакетики для кремов для зубных паст если надо вот такая косметичка тоже если что-то быстро положить ну и что бантик которым я пользуюсь когда красоту навожу и здесь у меня лежит все что для глаз то есть тени подводка для глаз вот она блестящая это тушь это жидкие тени это тоже тушь и там в общем здесь то что для глаз вот а во второй корзиночке сейчас покажу вот она дальняя все что для губ вот помадки карандаши ну и что-то лежит у меня в сумочки в косметичке то чем я пользуюсь вот и вот на этой полочке дополнительной у меня значит стоит вот такая большая корзинка здесь тоналки в основном спонжики новые биби крем основа под макияж тональник вот здесь тоже спонжики и кушоны то есть это тонировка скажем так тем то чем я тонирую лицо вот это лежит вот здесь вот сверху сверху я понимаю что не очень удобно сейчас вся вот эта вот ерунда моя косметика да но я знаю что здесь лежит моя косметика на это все под рукой на уровне как бы очень удобно брать и вот я к зеркалу подхожу собственно говоря сюда и делаю макияж это пока пока нет туалетного столика вся вот эта косметика естественно будет в туалетном столике моем когда он у меня будет в спальне там же где есть бра и там же от окна дневной свет то есть там очень удобно наносить макияж удобно будет краситься вот я в принципе хотела показать как я аптечку организовала и косметику возможно лежит все корявенько но но вот пока так пока так вот всем самого доброго дня сегодня у нас уже 7 февраля вторник я уже проснулась позавтракала уже сделала кое-какие дела и вчера пришла доставка с валберис и горешка принес точнее вечером но я уже не стала снимать и в общем-то готова это сделать прямо сейчас поэтому я сейчас вам буду показывать то что я заказала вот показывать что заказала возможно покажу как это использовать или как это сидит или для чего это вот ну в общем рубрика покупки от валберис мы сегодня этот день начинаем буквально вот с этой рубрики ну а на улице у нас достаточно ясная погода вот морозит такой легкий я так понимаю снежок лежит вот но я что я сейчас покажу вам покупки и потихонечку буду собираться в поликлинику у меня сегодня врач и начнем мы обзор покупок с вот этого напитка это цикорий заказываю его уже не в первый раз цикорий нежный видите зеленая этикеточка есть еще коричневый так вот коричневый на мой взгляд коричневая бутылочка она покрепче но это мне так кажется это если вот кофе говорят да крепкий напиток есть есть менее крепкий крепкий сделать кофе или не крепкий так вот мне кажется цикорий тоже вот этот нежный он более такой мягкий а коричневая баночка тоже я ее не раз брала она мне кажется покрепче но в этот раз я И решила заказать вот такой зеленый. Как я уже говорила, кофе пью, в основном завариваю себе кофе только утром. Это или турецкий кофе, или ирландские сливки. В течение дня, к моему великому удивлению, мне кофе абсолютно не хочется. Я наливаю себе чай, или завариваю себе калмыцкий чай, но кофе не хочется. И думаю, если вдруг когда-нибудь захочется, я уж буду пить сикори, во всяком случае это полезно. Значит, девчонки, я не называю цены. Если вдруг кому-то что-то нужно будет, понравилось, или вы захотите ссылочку, вы мне пишите, я обязательно вам пришлю. Я не люблю делать описание под видео, поэтому если кого-то что-то заинтересовало, я с удовольствием пришлю ссылку. И скажу, что сколько стоит, если нужно. И вновь красочка моя, стойкая краска мусс для волос. Нравится она мне. Она, конечно, очень недешевая для краски мусса. 657 рублей. Вот 657. Как-то я говорила, 500 с чем-то. Вот сегодня точно, вот даже, видите, назвала цену, потому что точно помню, за 600 рублей. Конечно, дороговато, но мне очень удобно ее наносить. Я могу сама ее наносить, если краску, обыкновенную краску, там нужно правильно, щеточкой там распределять. А это моешь голову, в принципе, как шампунем. Единственное, более интенсивно массируешь те части головы, где есть седина. Это, как правило, виски, макушечка, челка. Вот это вот, где лобно-височная часть. У меня это пока получается. Волосы не длинные, поэтому, ну, мне удобно, чем ходить в салон. Или, вот я даже какое-то время Алинку просила. Алинка говорит, мам, да попробуй ты сама. Тебе самой понравится, ты будешь понимать, как бы, что и как. И действительно. Вот. Поэтому опять заказала. Перед праздниками обязательно сделаю такую процедуру. Хватает ее вот так вот, если, знаете, не терпеть, как говорится, не прятать седые волосы, хватает ее на три недели ровно. Да, может быть, мало. Когда я красилась краской, мне хватало на месяц-полтора, а то и больше. Вот. Но это в зависимости от того, насколько часто вы моете голову. Я когда работаю, у меня в основном забранные волосы. Я мою волосы нечасто. Раз в три дня. Да, кто-то моет голову каждый день. И поэтому, возможно, вот этой краски, может быть, и не хватит. Вот. Если вот так вот, как бы, не жадничать, то три недели. Да. После трех недель уже, конечно, стоит задуматься о том, чтобы покрасить голову снова. Так. И цвет это у нас каштан, по-моему. Сейчас я вам скажу. Ой. Сейчас скажу. Шоколадный каштан. Цвет мне очень нравится. Цвет красивый. Как я и говорила, мне очень понравились эти блины. Золотое утро. Я снова заказала. Хотела сказать, две упаковки. Нет. Они, две упаковки и приходят. Вот. По 250 грамм. Я сразу делаю из двух упаковок. Понравилось моим домочадцам. Попробовала. Люсенька ей тоже понравилось. Сказала, буду иметь в виду. В общем-то, очень даже приличные блинчики. Я бы сказала, очень даже вкусные. И более бюджетные, чем те, которые я заказывала в самый-самый первый раз, когда думала, что это панкейки. Намного бюджетнее. То есть, я даже сейчас вам скажу. Те стоили 297 рублей, а эти 99. Иногда даже можно встретить за 96. Представляете, сколько можно вот таких вот штучек купить на ту сумму. Поэтому выбираю «Золотое утро» и буду заказывать. Несмотря на то, что я еще не до конца использовала кухонные салфетки, заказала их опять. Очень они мне нравятся. Напоминаю, что раньше я пользовалась такими, знаете, в дырочку салфетками из Ашана. Сейчас они пропали. Эти, конечно, менее бюджетные, чем те. Но, тем не менее, они впитывают влагу очень хорошо. Они приятны на ощупь. И более того, я их разрезаю напополам. Вот здесь три штучки. Три. Вот. Этих трех у меня получается шесть. И поэтому, в принципе, их надолго хватает. Но я не жду, пока они у меня закончатся. Я их заказываю. Если понимаю, что там осталось 2-3 штучки, я их заказываю. Снова они очень быстро приходят. И, в общем-то, да. Что делать? Дороговато, но зато комфортно, удобно. И очень мне нравится их использовать в быту. Помнится, я вам показывала, что я заказала мед. Такой, знаете, прозрачный. И вот к этому меду я заказала вот такую палочку для меда. Медовая палочка. Давно ее хотела. Вот. Стоит вообще копейки. Вообще копейки. Такая маленькая, удобненькая. Очень хорошо обработанная она. То есть, не покоцанная ничего. Сейчас мы доедим такой более плотный мед. И налью я туда прозрачный. Мне очень нравится прозрачный мед. Знаете, так на сырничке, на запеканочку, даже на ленивые вареники. В общем, такая из... Это я сейчас вам показываю такую, знаете, мелочевку. Я недаром пришла на кухню, потому что следующая покупка, она непосредственно с ней связана. И я хочу сразу продемонстрировать, как этим пользоваться. Значит, что это такое? Это крышка полиэтиленовая с резинкой. Знаете, так напоминает, на первый взгляд, шапочки для душа, девчонки. А может быть, можно использовать и для душа. Их сейчас посмотрим. В общем, вы знаете, очень часто, когда, значит, в тарелке остается салатик или какая-то еда в мисочке, там, в тарелочке, и мы кладем это в холодильник. Но холодильник имеет тенденцию впитывать, знаете, вот в продукты запахи такие разнообразные, те, которые там, например, есть, да, там, особенно если это рыба или там чеснок. И вот, чтобы этого не происходило, да и вообще так более эстетично выглядит, я заказала на Валперес вот такие вот крышечки. Сейчас я вам покажу, как мы их будем использовать. В упаковке 50 штук, 50 штук. Ну, цену не помню, я говорю, если нужно будет, я вам обязательно ссылочку кину. Так, смотрите, вот так они выглядят в упаковке. Вот таких вот штучек 50, 50. И если показать, как это использовать, вот, например, у нас отбивные. В миске, кстати, они лежали открытые, да. И если там неподалеку лежал какой-то там пирог там или там джем открытый или там чесночная какая-то там пиалочка, то, ну, будет впитывать. Но в любом случае, смотрите, вот так выглядит же гораздо лучше. Диаметр чашки немаленький, вот. И поэтому, вот посмотрите, мне кажется, очень и еще хватит места, то есть даже на более большую виску. И все это вот так вот, мне кажется, гораздо лучше. Если нужно, чтобы там был воздух, можно просто сделать дырочки, вот, мне кажется. Но, вообще, там написано, что это для одноразового использования. Но я думаю, что если, вот, почему бы и нет, да. Она абсолютно чистая, не соприкасалась даже еда. Вот с этой, я же говорю, шапочка для душа. Вот с этими пакетами. Мне очень эта идея понравилась. Я даже сейчас вот так и оставлю, смотрите. Вот. Есть более мелкий диаметр, но они, возможно, будут большеватые уже, да. Но, тем не менее, смотрите, тоже. То есть и на более большую тарелку. Вот у меня лежат печенья. Может, тут тарелка гораздо больше. Вот, пожалуйста, я печенье накрыла. То есть, я считаю, что очень такая нужная вещь в хозяйстве. Вот. Не так дорого стоит. Их тут много. Сейчас я переложу, чтобы они у меня удобно хранились и буду брать. Вот. Еще раз говорю, называется это крышка полиэтиленовая с резинкой. Так, 50 штук. Да, 50 штук. Вот так. Возьмите себе на заметку. Ну, и из более таких крупных покупок. Это предверный коврик. Вот. Я, к сожалению, не помню размеры. Что-то 50 на 90, что ли, или 50 на 80. Что мне здесь понравилось от предыдущего, который у нас был? Он менее ребристый. То есть, тот у нас был предверный коврик в рубчик. И когда вот, знаете, я говорю, пляжная погода такая, когда приходишь и на коврике очень много песка, песчинки эти забиваются вот в этот рубчик. И их, ну, в общем-то, проблематично оттуда достать. И когда поднимаешь коврик, чтобы помыть полы, думая, что он чистый, так как вы его там пропылесосили или смели с него мусор, то вот эти мелкие песчинки, они в этих рубчиках остаются. И все потом опять сыпется на плитку, на пол. И, в общем-то, мне это изрядно поднадоело. И я решила заказать вот такой коврик. Он, видите, вообще практически не в рубчик. Вот. Я думаю, что он будет хорошо пылесоситься, собирать мусор, не оставлять мусор. Ну, собственно говоря, давайте его сразу положим на то место, где он будет лежать. Вот так это выглядит. Этот коврик посоветовала мне Алина. У нее точно такой. И она, видимо, даже вот когда к нам приходила, она говорит, «Мам, во-первых, он тот, который у нас был, он скользит. А этот вот я его не могу сдвинуть, потому что здесь резиновая основа. А тот вот прям как-то скользил. А этот достаточно сложно его сдвинуть. И вот даже когда ты будешь, мне кажется, пылесосить, абсолютно он не будет елозить. И прям, ну, может быть, можно было бы вот чуть-чуть от порога до порога. Но вполне себе. Очень мне нравится, хорошо смотрится. Пусть служит долго, как я говорю, верой и правдой. Следующая покупка – это туника. В прошлом обзоре покупок от Валберес я вам показывала. У меня был просто другой принт и другой размер. Я вам еще говорила тогда, что я с размером-то угадала. Просто эта туника, мне кажется, просто маломерила. Заказала другую. Точнее, заказала эту же, этот же фасон, все. Но другой размер и другой принт. 54-й размер. Наверное, она будет подлиннее. И другой принт. Я сейчас ее померю, попробую вам показать, продемонстрировать эту модель. Отхожу, девчонки. Ну, что я хочу сказать. Та модель, то платье, та туника, мне понравилась больше. Расцветка эта тоже хорошая. Но она действительно, да, я вот отхожу, уже не знаю, куда отойти. Она гораздо длиннее. Она свободнее. И она, ну, в общем, нет. Тот размер, он немножко поплотнее сидит. Видимо, такой покрой, такой пошит. Расцветка хорошая. Расцветка хорошая. Все то же самое здесь. Карманы. Вот. Но, вы знаете, хотя, если ее постирать, она же сядет. Это же хлопок, она сядет. Может быть, она немножко утянется. И тогда вот она будет и по длине немножечко поднимется. И более плотно будет. Хотя здесь мне и в груди комфортнее, чем в той. Ну, в общем, для дома, для семьи самое то. Хочу вам длину показать. Я сейчас вас опущу, и вы посмотрите длину. Так. Вот. То было вот такое вот, да, по длине. Первая туника. А это вот чуть ниже колен. Вот. Ну, оно прямо видно, что оно свободнее. Видно, что оно свободнее. Ничего не стягивает, не утягивает. Вот. Но, если только, знаете, если только действительно вот подсядет, когда постираешь, подсядет немножечко, если вот так 30-40 градусов постирать. А может быть, и не подсядет, если 30-40. Ну, в общем, в любом случае оставляю. Просто буду понимать, что это такая модель. Вот. Очень приятная к телу. И мне нравится рисуночек. И в прошлой туники мне понравился. В прошлом платьице. Прошлое платьице было тоже с интересным принтом. И это понравилось. Следующая покупка. Это комплект постельного белья. Жаль, что здесь не видно рисунок. Вот, когда я его выбирала в Валбересе, было более понятно, значит, что это. Производство Иванова. Давайте я попробую его развернуть, что ли. А, все правильно. Вот. Коричневый бязь. Двухспальный с евро. Сити называется. Так. Стоимость такого комплекта. Меня просто уже спрашивали. Предыдущий комплект с цветами. Это нам дарили. Я даже не знаю, сколько он стоит. Очень красиво. 3D рисунок. Этот стоит 1960. Давайте я попробую его. Но я разворачивать его не буду. Я хочу посмотреть, может быть, с другой стороны, где вот этот вот уберется листочек. И будет видно принт постельного белья. Сейчас попробую. Ну, непонятно, наверное, тоже. Но это город. Это ночной город. Сити. Это, ну, я не знаю, большой. Такой на рисунке было. Мне очень понравился. Так. Ну, очень даже ничего на ощупь. Ткань. Ну, я думаю, что прослужит. Вот. Заказала, пусть будет. У меня теперь два новых комплекта белья. Ну, я вообще, знаете как, старенькие комплекты, ну, как старенькие, они нормальные, просто поднадоевшие. Я их увожу на дачу. Вот. А эти меняю, в принципе, ну, конечно, надоедает, хочется что-то новенького. Но если вот попадается где-то вот прям вот понравилось постельное белье, я обязательно закажу. И, типа, пусть лежит. Вот. Но так как сейчас у нас новая кровать, мы преображаем спальню, хочется и новые комплекты постельного белья. Ну, вот два есть, пока хватит. Вот. В общем, заказала, девчонки, и довольна. Здесь тоже что? Здесь нет. Здесь, по-моему, хоть и написано евро, но я не хочу распечатывать, а то я потом так не упакую. Здесь, по-моему, наволочки 70 на 70 я выбирала, да. 50 на 70, наверное, нет. Но теперь буду знать, я же не знала, что я их куплю, эти подушки. Буду заказывать постельное белье с наволочками 50 на 70 тоже. Ну, и заказала я, девчонки, шторы и тюль сразу. Несмотря на то, что тюль у меня была, но этот тюль был короткий в спальне, да и в гостиной тоже он короткий. Заказала и тюль, и шторы. Сейчас разверну, покажу цвет, попробую показать принт, но сложность в том, что я не смогу сейчас сразу примерить и повесить, потому что это, конечно, нужно и горешка. Нужно будет залезть на стремянку, снять тюль, который сейчас там висит, отгладить, постирать, отгладить новые шторы и новый тюль. Поэтому, ну, это я смогу постирать, отгладить, а вот повесить уже вряд ли. Поэтому, конечно, если вдруг не подойдут, будет вай-вай-вай, потому что, ну, я не знаю, сколько там времени дается на то, чтобы вернуть, если не подойдет. Вот, в общем, на страх и риск. Заказала тоже достаточно бюджетно, они у меня получились, но вот на первое время пока, вот знаете, пока еще нет мебели всей той, которую мы хотим, пойдет. Потому что, вот я говорю, солнечные лучики будят с утра, особенно если это выходной, мне некомфортно. Я люблю полумрак в комнате, я люблю просыпаться, когда полумрак. Вот, ну, давайте попробуем распечатать. Кстати, достаточно хорошо они упакованы. Вот, зип-замок, здесь зип-застежка. Так, достаю. Вот так вот кому-то на подарок, девчонки, милое дело. Значит, вот штора, это коричневый, я бы даже сказала, шоколадный цвет, такой прям вот ярко-ярко шоколадный. И он мне уже даже через упаковку, он мне нравится, такой насыщенный. Значит, здесь две таких шторины. По, по-моему, чтобы не соврать. Высота, высота 2,75. Но, чтобы быть точной, я лучше посмотрю в телефон, залезу. Тюль, расцветка была другая. Я не знаю, если здесь такая расцветка, я, наверное, немножко расстроюсь, потому что мне нужна была однотонная, мне нужен был однотонный тюль. Вот, по-моему, ухватов вот этих не было там в описании. Ну, сейчас посмотрим. Ага, тюль, да, тюль та, которую я хотела, это низ, это низ тюли. А сам тюль вот такой, примерно, очень похож на рисунок, который в комнате сейчас. Я заказывала белый, пришел беж. Но я думаю, что в сочетании вот с этим вот цветом коричневым очень даже и ничего. Пусть будет такой. Главное, чтобы теперь подошел и тюль, и подошли шторы. Так, посмотрела я размеры тюль размером 3 метра. Почему 3, допустим, а не 4 или не 5? Ну, потому что шторы есть. Я думаю, что я объясню потом, что не страшно. Если бы был один тюль, то надо было бы хотя бы 4 метра, а лучше 5, да. А там у нас, кстати, по-моему, нет, там 5-метровые висят. Вот, 3 метра подойдут, потому что есть шторы. Они тоже будут фалдочками, я их сделаю. А шторы, одна штора полтора метра, то есть 150 ширина. И высота 2,75. И тюль, и шторы. Ну, шторы мне прям нравятся уже. Принт я хотела такой высокий. Дело в том, что светлая мебель, светлая достаточно спальня, и вот такие шторы будут исключительно замечательные. Я читала отзывы, отзывы все самые хорошие. Дело в том, что я смотрела намного бюджетнее, просто шторы. По полторы тысячи, по-моему, тоже полтора метра ширина. Вот, и там длину можно, высоту точнее можно выбирать. Вот, но там рисунок такой был, сама текстура ткани была такая хлипкая-хлипкая. А здесь все-таки очень мне нравится. Я вот все верчу-верчу, девчонки. Нет бы мне вам ее распечатать уже нормально и показать. Сейчас, секунду. Вот, достала. Очень плотная ткань, очень качественная ткань. Очень вот этот вот рисуночек такой, знаете, нарядность, скажем, придает. Я довольна. Ожидание у меня было, знаете, так, чего-то более простого, что ли. Я не знаю, нет ли там брака. Я же, видите, не распечатываю их пока. Вот. Ну, тюль, она и есть тюль. Точнее, он. Все время я неправильно говорю, я извиняюсь. Но шторы мне очень нравятся. Вот. И сама упаковка, сама доставка пришла шикарная. Так. Тюль. Вот это вот низ тюли. Что хорошо, еще забыла сказать самое главное, что здесь уже есть шторная лента. И у штор, и у тюли. То есть, вешаете сразу. Вот. Это низ. Тюль такая вот, оборочка как бы. А вот это вот сам рисунок. Нежный, неприхотливый такой. Ну, я думаю, что понятно будет, девчонки, тогда, когда мы это уже повесим. Вот. Ну, опять же, это мне надо ждать. Игорешку сама я это никак не сделаю. Поэтому, ну, к выходным. Наверное, к выходным. Чтобы Игорешка был дома, мне нужно будет. Если я буду снимать тюли в спальне, я, наверное, поснимаю ее везде. Хотя бы просто постирать уже заодно, да. Вот. И если ту белую я сложу, белый тюль тот сложу, который в спальне, а этот повешу, то который в гостиной, на кухне тюль, повешу обратно, но уже чистый. Поэтому, скорее всего, мы это все дело откладываем до выходного дня. Я думаю, ничего страшного. Если вдруг не подойдет, но мне кажется, вообще цена очень бюджетная. Даже кому-то подарить. Даже вот Алинке отдать, поменять. Алин, поменяй у себя шторы. У нее такие более такие, знаете, хлипенькие шторки. Но неплохие в зале. Именно шторы, не тюль. Вот. Отдам Алинке, да и все, если не подойдут. Мне главная высота с размером и как там что, я разберусь. Мне главное, чтобы, потому что, вот видите, короткие какие. А на той квартире на Гагарина они были вот прям до пола. Плинтус закрывали. Вот. А здесь, смотрите, видите? И поэтому я никак их здесь тоже не заменю, а надо. Некрасиво смотрится. То же самое в спальне. Вот. То ли потому, что здесь у нас, видите, там у нас карниз был настенный, а здесь потолочный. Под потолок прям карниз. Поэтому. Ну вот из-за этого только я переживаю больше всего. Ну, естественно, если какой-то брак, тоже, конечно, нужно будет вернуть. Но больше всего, вот, чтобы подошли и шторы, и тюль по высоте. Ладно, оставляем это до выходных. Вот. Ну, а так, собственно говоря, я показала вам все покупки. Если что-то кому-то нужно будет более подробно расскажу, пишите в комментариях или дам ссылку на данный товар, если кого что-то заинтересовало. Это у нас уже 8 февраля. И, как всегда, мое утро, еще пока такое неспешное и каникулярное, начинается с приготовления завтрака. На завтрак я сегодня решила приготовить яичницу с помидорами. Вот пользуюсь, кстати, мельницами, что мне очень нравится, очень это удобно. Единственный перчик мельница мелит крупновато, но очень душисто получается. И вот мы сделали, с Игорюшкой, вывод, что нам так даже больше нравится, честно говоря. Как всегда, навожу себе утренний ароматный кофе. Очень редко стала пить кофе, в основном только по утрам. И вот только такой заварной. И даже подумываю отдать кофеварку Алине. Сделала себе тост. У меня оставался кусочек форели. Вот, и чтобы он как бы не пропал, а то я могу про этот маленький кусочек забыть, я решила себе сделать еще тост со сливочным маслом и с вот такой вот рыбкой. Уже у меня готова яичница. Очень вкусная получилась яичница с помидорами. Очень я люблю такой завтрак. В общем-то, всем, кто сейчас завтракает, я желаю приятного аппетита! Всем самого доброго утра и отличного настроения! Сегодня у нас 8 февраля, среда. Я приготовила вместе с вами завтрак и сижу уже допиваю кофеек. И добро пожаловать в новый влог. Предыдущий влог, возможно, был не такой информативный. Там очень много времени занял обзор покупок от Валберис. Что будет в этом влоге, посмотрим, как я его наполню. Но я думаю, что, как я всегда говорю, у нас обычная, простая жизнь. Вот я и показываю вам нашу простую жизнь со всеми ее посиделками, обзорами и так далее и тому подобное. Вчера была у врача. Значит, в пятницу у меня заключительные анализы. И в понедельник я иду на выписку. Это уже точно. В понедельник она меня выпишет, посмотрит, выпишет, скажет, посмотрит результаты анализов. И во вторник я приступаю к работе. Но во вторник у меня районное методическое объединение как раз-таки здесь, в Красково. Поэтому на работу я опять не попадаю. В общем, короче говоря, в свой детский сад я попадаю только 15 февраля. Да, вот такой вот долгий у меня был больничный. Но зато до полного выздоровления. Зато я уже понимаю, что я могу. И если нужно, и своим ходом на работу, и на машине. И да, конечно, прыгать, бегать я еще не буду. Вот. Но работать могу, заниматься с детьми могу и хочу. Вот. Честно говоря, заскучилась. Так. Что хотела сказать? Я жду заказ любимого Василька. Точнее, он пришел, его нужно забрать. Там, он небольшой, там три позиции. Обязательно вам покажу. Вот. Но что, почему я так часто не заказываю в Васильке? Там много хороших вещей. И текстиль, и одежда, и, в общем, много хороших вещей. То, что нельзя померить. А потом вот это вот заниматься возвратом как-то в Васильке это гораздо сложнее. Еще хочу сказать, что это ни в коем случае не реклама. Все, что я показываю от Палберис или там еще с какого-то магазина. Все, все покупаю сама. Вот. И абсолютно это не реклама. Это вот как бы, ну, я уже неоднократно об этом говорила. Очень часто я смотрю обзоры на YouTube. Кто-то, если что-то там показывает, я беру себя на заметку. И много вещей, много я приобрела. И продуктов тоже, там, каких-то вкусняшек я приобрела вот по, не то чтобы совету, вот, а по наводке, скажем так. Вот увидела, пошла, попробовала, понравилось. И вот говорю вам свое мнение. Так, так, что это ни в коем случае не реклама, что Валберис, что Озон, что вот любимый Василек, это чисто как бы мое желание. Вот. И потом Василек, это очень, это настолько редко, собственно, как и Озон. Вот. Очень часто я беру покупки на Валберис. Это да. Я уже забыла крайний раз, когда я была вообще в нормальном магазине, в примерке, в примерочной, там что-то мерила, примеряла. Вот. Вот пока меня все устраивает, все абсолютно меня устраивает Валберис. Вот. Поэтому это ни в коем случае. Я никому ничего не навязываю, не рекламирую и не подумайте. Вот. Друзья, вы, наверное, все уже, да, конечно, все в курсе, это произошло 6 февраля, ситуации в Турции. Какое там было страшное землетрясение. Я искренне выражаю соболезнования близким и родным, кто потерял своих родных в этой страшной трагедии. И искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Вообще, конечно, это страшно. Вот. Я еще раз убеждаюсь, вот какие мы мушки, мошки, я не знаю, как сказать, муравьишки перед стихией. Если это, конечно, природная стихия. Если здесь не приложена рука человека, как говорится, что вполне возможно. Я не сильна в политике и говорила, что никогда не буду об этом говорить на канале. И не буду. Просто хочу сказать, что если это природа, да, это страшно. И от этого никто не застрахован. Если приложена рука человека к этому, то это, конечно, жесть. Это кошмар. Хочется, чтобы как можно больше людей остались живы. Понятно, что они остались без крова. Понятно, что, в общем, жизнь с нуля – это страшно. Я, знаете, ненароком вспомнила Спитак. Это город, который был разрушен тоже от сильного землетрясения в 88-м году. Это Армения. И я даже вчера посмотрела фильм. Ну, так, знаете, на перемотке я его видела. По этому случаю, вот, из-за этой трагедии был снят фильм «Землетрясение». Там тоже был стерт весь город, помогали всем миром. И вот я хочу сказать, что по поводу Турции, да, как бы кто ни относился к этой стране. Я люблю Турцию. Мне нравится там отдыхать. Я езжу с удовольствием и, как бы, уважаю их традиции, уважаю этот народ. Вот. Что там у них происходит, где-то что-то с кем-то. Ну, еще раз говорю, я не сильна в политике. И потом, мы-то простой народ, да, собственно говоря. Дети, которые спали сладким сном, да, они тоже ни в чем не виноваты. И вот когда я видела, когда их выносили из-под завалов на ручках маленькие дети, я думаю, господи, вот это страшно, вот это беда, вот это, это горе. А все остальное – это пыль, как я называю. Вот пыль, просто пыль. Вот здоровье, жизнь человеческая – это самое важное, наверное, что у нас есть. Здоровье близких, родных. Поэтому я желаю побыстрее Турции выкарабкаться из этой сложной ситуации. Я знаю, что Россия помогает Турции. И не только Россия, многие страны помогают Турции. И пусть поскорее там все закончится и поскорее наладится жизнь. Хотя я понимаю умом, что это будет не скоро. Вот, но тем не менее, мне очень этого хотелось бы. Вот, это, конечно, не курортные города, но тем не менее. Хотя вот я смотрела блогеров из Турции. В Анталии тоже люстры качались, но они, говорит, мы даже на улицу не выходили. То есть там, вот я подписана на одного блогера, Татьяну, она живет там 12 лет. Она говорит, у нас просто всегда лежит тревожный чемоданчик в шкафу на случай, потому что как бы... Но у них такая зона, что такое, конечно, землетрясение, там маловероятно, но все может быть. Я говорю, что происходит, если это природная такая вот катастрофа, что происходит с землей. А что происходит с землей? А мы сами виноваты. Мы сами землю довели до этого состояния, потому что постоянно внедряемся в нее. То, что-то испытываем, то, что-то изобретаем, какие-то там лезем... Я извиняюсь, лезем в эту природу, лезем... Что-то там пытаемся научно открыть. Ой, я не знаю. Природа – это... Вот страшно боюсь вот этих цунами, землетрясений и все, что с этим связано. Также невольно вспомнила и цунами в 2014 году, которое было в Таиланде. Тоже я говорю, вот она, матушка природы, ее надо беречь, холить и лелеять. А мы порой... А мы порой... Ну, не то чтобы даже об этом забываем, мы об этом даже не думаем. Вот. Ну, это такое, как бы, небольшое отступление. Я не могла не сказать об этом. Поэтому всему турецкому народу еще раз искреннее соболезнование и скорейшего восстановления, выздоровления, кто пострадал.